В этом году впервые глава города Александр Тихонов и члены общественного молодежного совета встретились с активистами городского союза старшеклассников «Статус», чтобы обсудить насущные проблемы школьников. К встрече ребята готовились заранее, провели собрание среди сверстников и запустили опрос в социальных сетях. Темы были самые разные. Возможность подработки после школы, освещение улиц и дворов, переполненность общественного транспорта. Но больше всего ребят волновал вопрос получения высшего образования. У нас в городе можно получить направление на обучение у щекистов, у МВД, у клинической больницы, насколько я знаю. Ну и в НЕФ это понятно тоже, целевое направление не дают. А направление из таких муниципальных структур, администрации, городская дума, получить нельзя, а очень хотелось бы. Думу не знаю, но в принципе администрация может давать такие направления. Во-первых, они даются по конкурсу, такие целевые направления в области. И там много свободных мест. В этом прошлом году по целевым направлениям, по целевым квотам, очень много, в том числе в ведущих вузах страны, осталось пустых мест. Также ребята говорили о том, что в городе нет мест, где можно провести свободное время, отдохнуть после школы и побыть с друзьями. Члены общественного молодежного совета предложили старшеклассникам посещать клубы по месту жительства Центра внешкольной работы. У нас есть такая зона прекрасная, игротека называется, где вы можете прийти, работает каждый день, кроме выходного, в воскресенье, с трех до восьми. У нас там есть и теннис, и бильярд, и настойные игры, и беленая зона, там где у нас диванчики есть, пожалуйста, телевизор, вы можете приходить, общаться. Впечатление о встрече у активистов «Союза статус» осталось положительное. На многие вопросы они получили развернутые ответы. Я считаю, что встреча была очень продуктивной, получили ответы на все вопросы, даже предположили решение некоторых вопросов. Я видела, что какие-то вопросы действительно уже не первый раз сдают, и на них уже ищут решение, это могло бы обрадовать. А, например, были вопросы, которые оставили в стороне, и убедили нас их оставить в стороне. Сразу найти решение всех проблем не удалось, но глава города и член общественного молодежного совета пообещали ребятам, что примут необходимые меры, чтобы ответить на все вопросы и просьбы ребят. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.